Друзья мои, слышно ли меня, видно ли меня? Подтвердите, пожалуйста, что мы с вами на связи. Отлично, спасибо вам большое, спасибо за участие. Спасибо. Так, все, меня видно, слышно. Видно, слышно слайды, мы с вами можем работать. Отлично. Ну что ж, спасибо вам, что вы сегодня вечером дошли, пришли. Я сразу могу сказать, давайте будем честными, у нас сегодня сокращенный немножечко формат, народу очень немного, и поэтому я хочу вам предложить следующую вещь. Я хочу вам предложить, чтобы мы с вами скорее обсудили тему негатива и защиты, тему актуальной для вас. Да, я немножко совсем пробегусь, пройдусь все-таки по этой теме сама, но больше я бы хотела, чтобы вы были активны, задали какие-то вопросы. Почему? Потому что мне было понятнее, что вам актуально, потому что так как народу очень мало, по большому счету мы с вами можем чуть ли не в индивидуальном порядке работать. Это первое. Второе. Меня зовут Мельникова Елена, спасибо большое Татьяне за представление. Мой проект «Архитектор судьбы», здесь я в гостях, большое спасибо, опять же, за то, что меня пригласили. Почему? У меня вот есть три специализации, да, Татьяна их назвала, и почему же я вдруг имею полное право рассказывать вам про защиты, хотя моя специализация – это руны, психология и астрология. Казалось бы, почему здесь защиты, и почему здесь вообще моя специализация. Дело в том, что, ну, с моей точки зрения, во-первых, руны – это одна из лучших защит. Раз. Психология, эзотерика – вещи, мягко говоря, пограничные, одна перекликает другую, где границы, с моей точки зрения, толком мало кто знает. Вот. И еще одна причина – дело в том, что на защитах я специализируюсь. То есть, честно говоря, и в руны я пришла ровно по этой причине, и в такую, как сказать, публичную, да, публичную работу я вышла в тот момент, когда я поняла, что мои защиты у меня работают. То есть, с защитами у меня все хорошо. Я сегодня, естественно, вам предложу свой курс, который уже прошел, это запись моего курса по защитам. Могу сказать одно, что это второй поток, то есть, второй, так сказать, второй раз этот курс я вела, первый курс я вела год назад, второй я вела в апреле этого года, да, люди уже поставили защиту, живут под защитами, ко мне постоянно обращаются с темой защитить себя, защитить бизнес, защитить что-то еще. То есть, для меня это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Итак, почему я могу заниматься защитами? Потому что у меня, во-первых, в этой теме есть оба, большой достаточно опыт, во-вторых, руны, с моей точки зрения, ну, как сказать, это одна из хороших техник защиты. Окей, если немножко хвастаться просто временем, ну, чем я занималась, сколько лет я всем этим занимаюсь, да, более 11 лет, я веду семинары, практикумы, мастер-классы, сейчас уже неправильный слайд, более 5000 часов индивидуальных консультаций и более 1000 довольных клиентов. Это на момент, на сейчас. Почему я так уверена в этих цифрах? Потому что я веду, ну, практически после каждой консультации, да, я состою некий такой обзор, кто, что, какие вопросы у человека были, поэтому я точно знаю. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, мы сегодня будем говорить о негативе и о защите от негатива. Что вы, какие у вас вот актуальные вопросы, темы по поводу негатива? Может быть, есть какой-то тип, вид негатива, который вам был бы, от которого вы хотели бы защищаться, например, может быть, есть какая-то конкретная актуальная ситуация, типа, там, не знаю, кто-то кого-то приворожил, нужно понять вообще, что с этим делать. Есть такое? Наговор. Интересует защита в ночное время от назойливых мыслей. То есть, Ольга, это защита от мыслеформы. Это немножко другого защита, но клево, спасибо. Ага, остальные? Очень интересно. Хорошо, Ольга, спасибо. Это совершенно интересный тип защиты. Я вам сразу могу сказать, что, в принципе, это несложно. Энергозащита ставится и все. Наговор, ну, по большому счету, да, это определенного типа, ну, как сказать, это то ли порча, то ли такая, знаете, пограничная история, потому что, в принципе, они либо с глазом ложатся, либо порчей, либо вот каким-то отдельным, не тем, не тем, нечто среднее между тем и другим. Поняла вас, хорошо. Еще вопросы по поводу конкретной проблемы, которые вы бы хотели решить, чтобы защититься от какого-то негатива. Два человека, остальные пришли зачем, честно? Ну, просто так вот искренне. Зачем? Просто послушать приятно. Хорошо, спасибо. Может быть, вы меня просто знаете. Есть ли какие-то еще задачи, связанные с защитами? Давайте тогда так. Значит, Вера, наговор. Например, существует, вот я сейчас вам и Ольге, и Вере, я вам дам сейчас энергозащиты, две, да, в принципе, всем, конечно, их дам, но тем не менее, вам, и то, и другое, вам обеим эти защиты помогут. Что вы должны хорошо знать по поводу защиты? Если что-то уже на вас сделали, например, тот же самый наговор, да, то защита никогда не уберет то, что уже было сделано. Вот, например, защита в ночное время от назойливых мыслей, когда этих мыслей, естественно, не было, то есть кто-то вам отправляет мыслеформы, вам нужно эти мыслеформы защититься от них. Это вот как раз отлично. Только это при условии, что не вы эти мыслеформы создаете, а кто-то, потому что если вы их создаете сами, то, в общем, тоже не спасет эта защита. Защита спасает от внешних каких-то воздействий, да. Если на вас уже есть какой-либо негатив, сглаз, все что угодно, то, опять же, никакая защита не спасет от того, что уже есть. Она защитит от того, что могло бы быть впереди. С этим понятно все? Договорились? Хорошо? То есть вот по этому поводу, да, что, в общем, как это, впереди, то, что будет, мы можем как-то от этого защититься, да, то, что на вас уже сделали, навели, это надо очищение делать. Естественно, с этими техниками я работаю, но сегодня у нас конкретно совершенно тема защиты. Окей, если какие-то вопросы по ходу дела всплывают, то, в общем, я буду рада, если вы мне эти вопросы зададите. Прекрасно. Так, давайте буквально пару слов по поводу негатива скажу. Во-первых, что такое негатив, чтобы мы с вами определились, и чтобы для вас это не было какой-то, ой, эзотерической чушью, или, например, какими-то, знаете, такие, что-то такое, что не пощупать, не потрогать, не понять ничего, да. А по поводу негатива все очень просто. Я сейчас, честно, давайте немножко сокращу историю, быстро вам расскажу. Мы все, естественно, состоим из физического тела, энергетического тела. Для кого это не новость, правильно? У нас есть два тела. Физика, физическое тело и энергетическое тело, да. Весь мир состоит из энергетики. То есть все, что мы можем пощупать и потрогать, это физическое проявление энергообъектов. Более того, существуют энергообъекты, не имеющие физического проявления. Это все для вас не новость, правда же? То есть то, что сейчас я говорю, это да, это так и все. Верно? Не требует, это аксиома, это не требует какого-то, не знаю, анализа, изучения, подтверждения. Верно, совершенно верно. Мы, наше тело, энергетело постоянно происходит, находится в энергообмене с окружающим миром. Это тоже нормально, это естественный процесс, это в этом процессе нет ничего плохого, нехорошего, да. То есть мы постоянно, как это, транслируем энергию в мир, трансформированную нашему энерготелу, мы поглощаем энергию из мира, соответственно, полученную от других людей, то есть трансформированную их энерготелу телами, от животных, от растений, ну, в общем, от всего мира. Прекрасно. Какая-то энергия, которая попала в наше энерготело, нам работает позитив, дает нам вау состояние, дает нам ресурсы, со счищением силы, энергию, здоровье и так далее, какая-то энергия, попавшая в наше тело, наоборот, угнетает наше здоровье, угнетает, там, не знаю, дает какие-то, например, суицидальные мысли, ну, в общем, и так далее. То есть тут все понятно. То есть какая-то энергия нам дает плюс, какая-то энергия нам дает минус. То, что мы называем обычно негативной энергией, это та энергия, которая нам дает минус. Тут все понятно? Я очень хочу, чтобы у вас не было представлений непонятных, потому что как только мы начинаем понимать, что происходит, нам становится сильно легче. Я думаю, вы сами понимаете. Потому что по поводу негативной энергии очень много страхов у людей, очень много каши в голове, давайте будем честными. Соответственно, эта негативная энергия может у вас локализовываться в разных точках вашего энерготела. И, собственно говоря, одна из показателей, где находится локализовалась эта энергия, именно вот эти точки локализации мы называем сглаз, порча, проклятие, если это проклятие и так далее. То есть там, где эта энергия, почему она негативная? Потому что влияет плохо на нас. Почему мы говорим про порчу, например? Эта энергия локализованная в ваших энерготочках на достаточно важных. То есть это чакры, то есть это энергоцентры, либо жизненно важные органы. То есть если энергия, которая влияет на вас, локализовалась в этих местах, это либо хронические заболевания, либо какое-то постоянное эмоциональное неприятное ощущение. Ну, то есть вот все понятно. Ее количество, естественно, может быть большим или маленьким. Тут все то же самое, естественно, как обычно. То есть мы можем хватануть много, либо хватануть немного и так далее. В чем еще я хотела, чтобы вы тоже хорошо понимали? Что еще я хотела бы, чтобы вы хорошо понимали? Наше энерготело имеет естественную защиту. Я вас с этим поздравляю, слава тебе гордость. Тогда возникает вопрос, извините, а зачем тогда вот эти все дополнительные защиты, когда наше энерготело прекрасно имеет естественную энергозащиту? То есть нетрудно догадаться, что природа, создатель, как хотите, называйте, позаботились о том, чтобы мы энергетически могли выживать. Конечно, да, это так, но есть одна проблема. Много лет назад, давайте возьмем 300 лет назад, в среднем мы общались с относительно маленьким кругом людей. То есть в среднем мы в день взаимодействовали энергетически. То есть что это означает? Просто проходили мимо. Не обязательно обнимались, целовались, но просто контакт, соприкосновение. Мы проходили мимо человек 30, наверное, у кого-то 50, но не больше. То есть то количество людей, с которым мы вынуждены взаимодействовать в современном мире, мягко говоря, переходят все разумные границы. То есть в день в среднем, особенно если вы живете в большом городе, ездите в метро с работы на работу, вы энергетически соприкасаетесь, ну я полагаю, где-то около тысячи людей. Так? У кого-то меньше, может быть, вы живете там, не знаю, в лесу, в деревне. Это, конечно, другая совсем история. Но тем не менее, в среднем вы соприкасаетесь с огромным количеством людей. Верно? Друзья мои, это так или нет? Энергетически. То есть производите энергообмен с этими людьми, по большому счету. В среднем, сколько людей вы, с каким количеством людей в среднем вы взаимодействуете, товарищи? Пожалуйста, будьте добры, чуть-чуть поактивнее, потому что... Потому что... Ну, давайте так, у кого-то 500, у кого-то 300, у кого-то 1000. Очень радует, в смысле, а что вам в этом термине не нравится? Здесь 15 человек, Ольга. Ну, значит, вы, видимо, очень маленький круг людей вообще не имеете, не ездите из дома, то есть сидите дома, даже в магазин не ходите. Так? Вер, а что с этим термином не так-то? Так и есть, мы постоянно обмениваемся энергетически. А вампиризм – это немножко другое. Вы на пенсии. Хорошо. В магазин не ходите, Ольга? Сколько человек в магазине в среднем вы встречаете? Вот просто дойти до магазина, там купить какие-то продукты и, соответственно, вернуться. Редко. Ну, хорошо. Если вы, те, кто живут более активной жизнью, то есть банально хотя бы на работу ездить с работы, я думаю, что вы взаимодействуете с огромным количеством людей. И есть очень важный момент номер два. Сколько из этих людей транслируют в мир? Сколько из этих людей выдают для обмена с вами энергией энергию позитивную? Энергию добрую, энергию живую, энергию в плюс и так далее. Сколько из этих людей думают, ну, то, что называется позитивное мышление, хотя не совсем об этом речь, да? Конечно, мало. В этом и проблема, да? То есть, если говорить процентное, дай бог 20% окружающих людей по дороге, например, на работу думают не о том, блин, начальник такой-сякой немазанный, опять переться на работу, как же я устала, сколько мне это надоело, бла-бла-бла-бла-бла. Не хочу это все ретранслировать, да? Вот, а сколько, конечно, сколько людей думают, боже, какой прекрасный день, как хорошо, что я сегодня живу, дышу и вообще жизнь удалась и так далее. Вот, соответственно, когда мы обмениваемся энергией с такого типа людьми, да, мы получаем вкусную энергию. Когда мы обмениваемся энергией с людьми, думающими, давайте так, не особо позитивно, естественно, получаем соответствующую энергию, да? Кстати, по поводу позитивного мышления, в этом его главный плюс. Но думать, что если вы будете мыслить позитивно, то, не знаю, какой-нибудь там сглаз порчи на вас не попадет, это совершенно некорректно и неверно по очень простой причине, да? Позитивно думать, вы не отравляете свое энерготело сами, себе, и не транслируете такую неприятную энергию внаружу. Это прекрасно и хорошо, да? Но, к моему великому сожалению, это совершенно не значит, что вы не в состоянии получить откуда-то извне соответствующую энергию. И еще один момент. Раз мы с вами взаимодействуем сейчас с большим количеством людей, с большим, чем естественная, так сказать, защита, естественная защита просто не справляется. Вот это важный момент. Понятно почему? Мы просто взаимодействуем с таким количеством людей, которые наше энерготело по большому счету не рассчитывает. Вот это, собственно говоря, главное, что я хотела до вас донести, да? Не потому что там, ну просто потому что, да, когда-то, когда у нас не было таких скоростей, мы физически не в состоянии были взаимодействовать с 500 людьми одновременно вместе. Хорошо. Я сейчас немножечко обобщу. Смотрите, у нас, собственно говоря, есть два типа негативной энергии. Это энергия, которая на вас была наведена, ну давайте так скажем, неосознанная и осознанная. Осознанная – это всевозможные как раз, вот то, что вы писали, как раз, да, там, начиная от всевозможных сглазов, ой, не сглазов, извините, я вроде оговорилась, начиная от всевозможных приворотов, отворотов, наговоров, воздействий, крадников и т.д. А неосознанное воздействие – это когда человек злится, обижается, выдает, в общем, энергию, в основном, эмоции, в первую очередь. И, собственно говоря, вот такого типа энергии – это сглаз, порча, присоски, вампиризм и проклятие. Подселенная, кстати, немножко другая музыка, чуть-чуть попозже о ней поговорим. Сглаз, порча, сглаз локализуется в теле ближе к границе энерготела, чем, собственно, хорошего и сравнительно несложно снять. Поражение неглубокое, много сглазов, да, может дать вам слабое хроническое заболевание, ну, слабое, то есть не рак уж точно. Вот, в основном сглаз, честно скажу, влияет именно на эмоциональную сферу, то есть это угнетение, либо какие-то перепады настроения, ну, в общем, именно эмоциональная сфера у человека. Где вы можете получить сглаз? По большому счету, где угодно, на улице, в метро. Вам совершенно не требуется знать лично этого человека, ну, в смысле знать, понятно, да, как-то хорошо знать, да. Какая-нибудь обиженная бабуля, которая сидит рядышком с вами в метро, и, я не знаю, думает, а-а-а, она вон как хорошо выглядит, ну, не знаю, в общем, позавидовала она вам, да. Вполне может вам вот подарить эту энергию, которая для вас будет выглядеть как сглаз. То есть в этом смысле все понятно. Да, сглаз вы можете поймать абсолютно где угодно, как, вот, не требуется быть знакомыми с этими людьми. Порча и проклятие – это 100% знакомые люди вам могут это организовать, потому что, представьте себе на секунду, идете вы по улицу и думаете, а наведу-ка я порчу на совершенно незнакомого вам ни человека, которого я в глаза никогда не видел. Ну, это нонсенс, правда, это бред какой-то. То есть в 100% случаев порча и проклятие – это так или иначе взаимодействие от знакомых людей. По поводу порчи – очень сильное негативное воздействие, очень мощное, чаще, часто очень – это когда очень сильно человек на вас обижен, рассержен. Такие вещи ловятся, это когда, например, идет развод, очень болезненный развод, там друг к другу взаимные претензии и так далее. Вот это классическая схема, когда человек может ловить порчу. Порча – это когда, я не знаю, одна женщина увела мужа у другой женщины, соответственно, та, у кого увели, и испытывает весьма много разных эмоций, тоже, соответственно, может выдать человеку порчу, не всегда понимая это. Порча может быть осознанной, наведенной, тогда это делают какие-то практики. В любом случае, если эта практика делает, то тот, кто пришел, знает того, на кого наводит. Ну, то есть я говорю, вряд ли вы сидите дома и думаете, наведу-ка я порчу, и дальше в Яндексе заводите неизвестное для вас имя, фамилию, и все. То есть в любом случае, даже если она наведенная, вы, человек, человек, вас, то есть если на вас такое дело организовали, то человек, вы знаете этого человека, и человек вас тоже знает. В 100% случаях, словно говоря, подозревать надо людей, которыми вы знакомы. Порчу можно навести на расстояние, собственно, как и проклятие, к сожалению. Для этого требуется либо ваша вещь, либо ваша фотография, редко ничего, но это реже. Можно навести и близко, то есть когда вы находитесь в контакте с человеком. Хорошо. По поводу порчи, защищаться от нее хотите? Хотите защиту иметь? Вера, вы только, да, остальным это не важно, не актуально. Есть кто-то все-таки. Хорошо. По поводу сглаза, хотите защиту иметь от сглаза? Хорошо. Присоски, вампиризм, немножко разные вещи, хотя их очень часто путают. Присоски и вампиризм хотите все-таки? Ура, отлично, спасибо, сегодня я вам дам техники, ну и, естественно, предложу другие, более мощные техники. Присоски и вампиризм – вещи разные. Присоски – это постоянный канал связи с человеком, небольшой, так сказать, в 100% случаев это знакомые люди. Это частое общение, это подруги, мамы, дети и так далее. То есть это люди, с которыми вы вообще Алисе общаетесь много. Это мужья, естественно, жены. А вампиризм – это немножко другая история. Вспомните, давайте, давайте просто вспомним. То есть присоска – это постоянный канал связи, по которому человек вам периодически отправляет негатив. Например, любимая подруга, которая звонит вам только поныть. Есть такие подруги? Понимаете, о чем я говорю, да? Или, например, мама, которая звонит. Здравствуй, как дела? Ну что, у тебя опять все плохо? Вот это классика жанра, что такое присоски. Очень часто близких с присосками путают, говорят, она меня вампирит. Не совсем корректно, потому что давайте вспомним, как вампиры питаются. То есть если мы вспомним, так сказать, мифологию вампиризма, да? Вампир приходит, кусает, так сказать, съедает какое-то количество крови и идет дальше. То есть он не имеет с вами постоянного контакта вот этой связи, да? То есть если он захочет вас потом еще раз покушать, ему нужно вас найти и еще раз съесть. Вампиризм – это ровно оно, да? То есть когда человек находится в энергетике, его недостаточно, он может у кого-то взять кусок его энергии, не давая в обмен, да? То есть у нас происходит постоянный взаимный обмен энергии, и это нормально. Но что такое вампиризм, когда я вам дала больше, чем вы мне? То есть, грубо говоря, вы меня скушали. Что нужно знать по поводу вампиризма? Скушали, конечно, не целиком, потому что целиком съесть, это, сами понимаете, как это окончательно протянуть ноги. Вот, то есть понимаете разницу? В вампиризме и присоске вещи разные. И, пожалуйста, не надо их путать. Потому что я 30 раз мама меня вампирит. У вас, если мама, то, скорее всего, это все-таки присоска. Да? Если, да, действительно, после общения с мамой, это ощущение слабости, неважно, мама там, подруга кто, ощущение слабости и так далее. Да, почему? Потому что по вот этому каналу связи, почему они присосками называются? Потому что канал связи практически постоянный, да? По этому каналу связи в ваше энерготело внедрили, вам сбросили какой-то негатив. Извините за русский язык, вас используют как мусорку. Ну, вот это факт. А вампиризм немножко другое, да? То есть, условно, это совершенно не обязательно, что близкий, знакомый человек. По дороге на работу вас могут покушать, и вы можете покушать, да? В процессе взаимного энергообмена, да? Обратите внимание, периодически, допустим, вариант, когда вы куда-то ехали и выехали из дому, такие уставшие, замученные, пока доехали, чувствуете себя уже бодрячком. Да, так нормально. Это вы кого-то покушали. И в обратку выехали вы из дома, доехали куда-то, и выехали вы вроде бы нормально в ресурсе, утро, все хорошо, доехали, состояние, все, можно я прямо сейчас здесь, меня и закопают. Тут покушали вас. То есть, грубо говоря, вы отдали энергии больше, чем получили. А, соответственно, что с ампиризмом, я считаю, что от этого надо защищаться без вопросов, потому что, ну, в общем-то, с одной стороны, ничего ужасного в этом нет, ваша энергия так или иначе там за полдня восстановится, даже если вас кушали. Ну, то есть, обращайте внимание, кто на работу часто приезжает в состояние нересурсном, уставшие, замученные, то есть, выходите из дома хорошо, до работы доехали никакие, да, где-то к обеду, после обеда вы уже в ресурсе. Это вот в среднем, да, то есть, энергетика нормально восстанавливается. Минус только в том, что если вы ехали на какую-то серьезную деловую встречу, вас аналитически покушали, сами понимаете, это не самое приятное дело. Хотелось бы, чтобы, так сказать, ну, все было не так, да, чтобы вас никто не съел, и чтобы вы приехали на эту встречу в ресурсе, верно? Защита от присосок. Может быть, только от будущих, от новых. Старые присоски надо просто убирать, ликвидировать. Это все-таки тема очищения. Защиту от вампиризма я рекомендую иметь просто постоянную, как от сглаза, потому что сглаз вы можете получить, как я уже сказала, абсолютно где угодно. От незнакомых людей с вампиризмом то же самое. Соответственно, тут защита, я считаю, просто жизненно необходима, просто чтобы вы сами себя регулировали, где вы в ресурсе, где вы не в ресурсе. Понятно, о чем я говорю? Согласны? Хотите защиту от вампиризма? Проклятие порчи мы с вами проговорили. Подселенцы, это тоже, в общем, не всегда, не в ста процентах, правда, я бы сказала даже, случаев неосознанное на вас какое-то воздействие. Подселенцы, это, грубо говоря, энерсущности. То есть энергетика и образование, в кавычках, потому что разум не наш с вами. То, что мы можем называть разумом, то, что называется как человек, это немножко другого толка, другого типа, другого уровня разума. У них там совершенно другая, не знаю, логика, другие какие-то принципы, смыслы и так далее. То есть чаще всего все очень сильно не близкие к нам. Могут они внедриться в наше энерготело. Например, этих товарищей в метро очень много, но вы не попугайтесь, в основном им им нет ни малейшего желания, так сказать, именно потеляться к вам. В случае, в случае, которые мало, тоже вы должны хорошо понимать, что с подселенцами максимум, там, полпроцента людей может быть. То есть я встречала в своей практике, поверьте, я у меня очень много работаю, встречала четырежды эту систему, и бояться их смысла нет. То есть я вам сразу могу сказать, что если вы не производите какие-то серьезные магические ритуалы вызова кого-нибудь, не нужно кого, если вы не ездите по местам силы, типа, там, Дальмены, там, тот же Аркаим и так далее, то я не, нет, не бойтесь, да, то есть маловероятно, что вы подцепите такого товарища. Если вы ездите по местам силы, то защиту иметь надо. Потому что там, потому что места силы, это определенного типа места, где вы, в общем, вполне можете схлопотать такое счастье. Тут понятно все? То есть если вы, грубо говоря, в зоне риска, то, да, защита нужна. Если вы не в зоне риска, не моручите себе голову. Обратите, пожалуйста, внимание, я очень хочу... Так, меня слышно-видно, есть ли звук видео? Будьте добры, отметьтесь, пожалуйста. Мне кажется, что нет. Есть, прекрасно. Я очень хочу... Вот зачем я все это вам рассказываю? Я очень хочу, чтобы вы перестали этого всего бояться. Чтобы для вас это перестало быть чем-то запредельным, ужасным. И чтобы у вас не было каких-то страхов и иллюзий на эту тему. Потому что запугать меня у вас никакого желания нет, все наоборот. Я очень хочу, чтобы вы прекратились страхи. То, что, поверьте мне, классическая история. Звонит мне клиентка, говорит, Лена, вы знаете, у меня проблема. Я не знаю, у меня заболело горло. Это, наверное, соседка на меня навела. Ну, вообще, иногда мы болеем. Вы не поверите. Далеко не всегда это соседка. Бывает, что и соседка. Но, в общем, не надо на каждую вашу какую-то проблему увидеть сразу какой-то негатив. Это далеко не всегда так. Более того, это вы могли сами себе устроить. Это могло быть миллион причин. Или у меня звонит другая клиентка, Лена, у меня сломалась машина. Ну, то есть, одно дело, когда машина только что из сервиса, и вы там, я не знаю, все в ней должно было быть отлично, она на ровном месте сломалась, а вместе с этим еще много каких-то негативных историй с вами, то это можно подозревать. А если у вас, не знаю, не были в сервисе с этой машиной три года, и она неожиданно все-таки сломалась, ну, я не думаю, что это близко к теме про негатив. То есть, ваша задача все-таки здесь быть более, ну, как вам сказать, критичными, что ли, да, то есть шарахаться не надо. Надо хорошо понимать, что, например, если вы показываетесь на вокзале, то вы помните, какое количество там этой энергетики? То есть, если вы куда-то путешествуете, я считаю, что без защиты этого делать просто нельзя, потому что вокзалы, аэропорты и т.д. и т.п. Ну, это просто рассадник. Кто там, когда последний раз энергетику чистил? Скажите мне, в квартирах мы так или иначе себя как-то стараемся чистить, да? Это просто, да? Атас. Вот. Например, тоже другой момент, когда какие-то крупные мероприятия, концерты, там еще что-то такое. Я как-то попала на концерт в Москве на Васильевском спуске, на концерт, ну, любимой группы, я этого специально шла, прекрасно понимала, естественно, была защитой, но, посмотрев, что там творилось энергетически, мне стало дурно. То есть, я так, да, огромное количество беззащиты у людей туда лезет, я вот, в общем, такие вещи не рекомендую. Лезть там, где вы можете активно схлопотать, да, то есть, такие моменты. По поводу разрушительной магии, по сути, это как раз то, что называется осознанно наведенный на вас негатив. Слово магия многие боятся, не боятся, суть от этого не меняется, это энергетическое воздействие, то есть, так же, как тот же самый скласс, только это что-то, что действует на вас определенным образом, да, то есть, по воле того, кто на вас это навел. С местами силы, туда вроде за энергией и очищением едут. Цвет, то есть, место силы, месту силы и рознь. Например, места силы православные могут быть очень разными, могут быть весьма в плюс, могут быть весьма не в плюс. Не все места силы, как это, с ними надо быть очень аккуратными, с какими-то аккуратными быть совершенно не надо, они чисты, там никого и ничего нет. Но места силы древние, например, там какие-то древние капища, древние, очень древние места силы, да, которые, скорее всего, связаны с языческими какие-то моментами. Там вполне могут быть эти товарищи. Окей? Свет, ответила на ваш вопрос? Нельзя грести в одну гребенку в 7 местах силы. Просто некорректно. Так, хорошо. По поводу энерговоздействия осознанного. Значит, первое, что я хочу, чтобы вы знали. Практически во всех случаях требуется либо ваша личная вещь, либо фотография. Можно говорить, конечно, о пассивной и активной защите можно говорить. По поводу защиты, ну, давайте сейчас пока немножко перейдем, ну, оторвемся от воздействия к защитам, да. А что такое пассивная защита? Это стоит стенка. Бьют в нее? Ну, стоит. Не бьют в нее? Тоже стоит. Активная защита, да. Это чаще всего не кто или не что, что при условии, при воздействии на, при попытке вас, так сказать, до вас добраться каким-то образом, ну, предотвращает эти попытки. Я вам сразу могу сказать, я сегодня буду давать пассивные защиты, и с активными я работаю только с клиентами лично, потому что активная защита определенного типа. С ней нужно ее надо уметь ставить, с ней нужно уметь взаимодействовать и так далее. Тоже еще могу вам сказать, представьте себе, чтобы вы понимали по поводу защиты, тоже, чтобы тоже хорошо, не было каких-то там по этому поводу иллюзий. Представьте себе, что перед вами пятиметровая стена, пятиметровая в смысле толщины 5 метров, не ширины, толщины, да, и вам ее надо пробить. У вас неограниченное время, у вас в руках маленький молоточек, и вы начинаете ее бить. Вы ее рано или поздно пробьете, время неограниченное, обратите внимание. Пробьете? Как вы считаете, она пробьется рано или поздно или нет? При толщине 5 метров и маленьком при этом молоточке. Рано или поздно, я полагаю, что вы, конечно, понимаете, что вы ее пробьете. Да, конечно, это может занять годы, тысячелетия, не в этом дело. Рано или поздно она пробьется. Почему я это? К тому, что любая защита, не повторяющаяся, не обладающая определенными свойствами, может быть пробита. Потому что представьте себе, что стена не 5 метров, а метр толщиной, и не маленький молоточек, а, извините, это вот штука кувалда, которая сносит дома, ну и, в общем, сами понимаете. Что это такое, о чем я говорю? А если как соберется какое-то количество людей осознанно, пытаясь на вас вас пробить, ну, огромное количество защит может пособиться. Защиты универсальной от всего и всего не существует. Вы должны это хорошо понимать. Есть только одного типа защиты, которая меня абсолютно устраивает, в которой живу я. Это представьте себе, что вот перед вами та же 5-метровая стена, у вас там, не знаю, кувалда, что угодно, большое, но стена обладает интересным свойством. Если, грубо говоря, пробиваем мы с одной стороны, с другой стороны она нарастает, наращивается. То есть такая защита, которая здесь бьем, там она больше становится. Вот такую защиту пробить трудно. Прозрачность чего? Вера, не понимала вопроса. Давайте сейчас немножко по поводу защит, воздействия, в смысле, сосознанных я обобщу. Итак, отвороты-привороты, переклады и все остальное, все, что у вас сейчас на экране. Практически всегда требуется либо личная вещь, либо ваша фотография. Сам человек энергетически прозрачен. И? Что такое прозрачен? Что сквозь него что-то видно? Я не очень понимаю, честно. Да, человек, ну, мы, да, действительно. Только дольмены мне не нравятся, и не только мне. Нравится там энергетика сильная. А, вам нравятся дольмены. Дольмены мне тоже очень нравятся, все прекрасно. Еще раз говорю, Светлана, нельзя обобщать. И дольмен дольмену рознь. Понимаете? То есть, все дольмены – это то-то, да? Это про то, что, как это, не знаю, все русские пьяницы из этой же области, да? То есть, ну, нельзя обобщать. Если вы умеете чувствовать, это место силы опасно или нет, есть ли в нем энергетики или нет, слава Богу. Если вы не умеете чувствовать, то лучше иметь защиту. То есть, то же самое, православные церкви, в них тоже встречаются эти товарищи. И чего? Это не значит, что в эти церкви ходить не надо. Это не значит, что во всех церквях они обязательно вас съедят и на вас набросятся потенциальные подселенницы, и, так сказать, вы станете носителем. Нет. Еще раз говорю, нельзя эти моменты обобщать. Просто надо понимать, что такое бывает, вместо силы не лезть огульно. Огромное количество людей делает это из любопытства. Светлана, я от этого пытаюсь защитить. И я рекомендую, если из любопытства, то хотя бы иметь защиту. Все. Окей? То есть, я к этому приведу. Не за что зацепить энергетику прозрачную. Не за что зацепить. Я не совсем... То есть, вы имеете в виду, что, грубо говоря, негатив проходит насквозь. Увы, Вера, это не так. Наша энергетика в состоянии выпихивать негатив наружу, это правда. Очищаться нашей энергетикой, так сказать, действительно при неудачах в бизнесе. Меня в последнее время постоянно уводят клиентов. ТМ, извините, я не знаю, кто вы по имени и отчеству. Я помогаю. И надо разобраться, что в чем причина. И дальше мы будем понимать, помогу я вам или нет. Потому что есть ситуации, в которых я могу не помочь. Я сразу вам могу сказать, что я не всесильная. Но если это именно что-то связанное с негативом, то без проблем. Есть еще ряд задач, которые я могу помочь решить. Но вовсе не все. По поводу прозрачности энергетики. Вера, смотрите, наша энергетика не имеет форму яйца. Если что-то в наше энерготело внедрилось, то в принципе наша энергетика в состоянии выбросить, если оно лишнее, плохое, не мешает нам. Но, к моему великому сожалению, зависит от того, как глубоко внедрилось количество энергетики, внедренное, о каком состоянии наше энерготело и еще много-много-много моментов. Состояние насчет прозрачности и все пролетает насквозь, это, к сожалению, не так. Вернемся к воздействию осознанному. Посмотрите, пожалуйста, на левую колоночку. Посмотрите, что именно из левой колоночки для вас непонятно. Какие термины, что для вас является вопросом. Я не понимаю, что такое приворот, например. Или там, что такое крадник. Есть такое? Если такого нет, то я хочу обратить ваше внимание немножко на другое. Все понятно. Прекрасно. Тогда смотрите. Значит, если посмотреть на правую колонку, то требуется, чтобы это безобразие на вас навести. Это либо личная вещь, либо фотография. Чаще всего это делается на расстоянии. Приклады часто делаются подложить вам какую-то вещь, чтобы вы ее взяли в руки. Либо каким угодно образом в дом принести к вам, под половичок положить куда угодно. Опять же, чаще всего фото, фото, фото. То есть, по большому счету, что мы имеем? Если мы говорим про энерговоздействие осознанное, которое вам может навредить, то это либо нужна ваша личная вещь, либо фотография, либо что-то, что вы возьмете в руки. Это надо хорошо понимать. У кого фотографии в интернете есть? У кого из вас фотографии есть в интернете? Скажите мне. Вот именно для того, чтобы не бояться выкладывать свои фотки в интернет, я рекомендую иметь защиту. Потому что по вашей фотографии навести какое-то безобразие на вас вполне себе можно. Хорошо. Давайте резюмировать, что именно стоит защищать. Ваше тело, тело, энергетическое тело в первую очередь, то, что я вам говорила. То есть, наше энерготело сейчас не справляется с количеством энерговоздействия, которое вокруг нас. Просто потому, что не было на такое количество взаимодействий с людьми рассчитано. Защищать ваши части тела, потому что очень часто используются именно волосы и ногти. По поводу волос сразу могу сказать, до маразма доходить не надо. Если вы пришли в парикмахерскую, то свои волосы пытаться выбрать среди кучи других волос. Это смысла не имеет. Если ваши волосы хотят использовать, скорее всего, воспользуются вашей расческой. Ну, если снимут с нее, потому что мыли вас волосы. Почему? Потому что выбирать ваши волосы из кучи волос в парикмахерской – это бред. Поэтому до маразма, до паранойи доходить не надо. Но надо понимать, что давать, например, свою расческу ровно по этой причине не стоит, особенно мало знакомым людям. Категорически надо защищать ваши фотографии. Все предметы личной гигиены, помады и так далее. Ни в коем разе не выдавать никому. Личные вещи не отдавать. А дом защищаем следующим образом. Любые подарки, которые вы получили от не особо доброжелателей, лучше либо почистить, либо вытащить и унести из дома. То есть сделать так, чтобы в доме не было. В дом надо еще защищать вход в дом. То есть половичок и так далее. Вход в дом должен быть идеален. Если это не квартира, если это въезд, ну в смысле ворота, то там должна быть идеальная чистота, чтобы вы прекрасно видели любое что-то, что там оставили, что не ваше. Классические схемы, по которым делается переклад. Под половик что-то кладется в косяк, что-то, чаще всего это булавки, да, вкалывается и так далее. Все такие вещи проверить, навести идеальный порядок и, собственно, его держать. Если вы обратите внимание, в деревнях это очень принято, чистота именно на входе. Вовсе не для того, чтобы, так сказать, показать себя хорошими хозяевами. Дело немножко в другом. Они такие вещи сильно больше в это верят, но кроме веры они сильно больше знают. Потому что, как ни странно, в деревнях эти техники распространены, как ни странно. Хорошо, но в городах, увы, тоже. Я не знаю, например, та же самая история про приворот, по-моему, начала уже иметь хронический характер. Это какой-то тихий ад. С этим мне приходится работать много. То есть это уже за предел. Хорошо, значит, по поводу самых элементарных способов защиты от негатива. Такие, знаете, совсем уже бытовые, которые вы можете прямо сейчас применять. Вам не требуются я, вам не требуются какие-то специальные навыки и так далее. Прекращать общение с негативно настроенными людьми. То есть как только человек пытается на вас, как это сказать, батон крошить, да, когда человек пытается на вас выдавать вам какую-то негативную энергетику, эмоции и так далее, и останавливает этот процесс. Словами, действиями, как угодно. Понятно, что не в ответ негативом, да, а ну стоп, зачем мне это нужно. Сократить общение в состоянии слабости. Это означает в первую очередь, например, отсутствие подвигов, типа я больная, еду на работу. Потому что когда ваше энерготело в состоянии слабости, то, естественно, энергозащита, как вы понимаете, тоже уменьшена, ослаблена. А что в результате? В результате по дороге на работу вы можете схлопотать то, чего в жизни вы не схлопотали, если вы были в более сильном состоянии. Либо, соответственно, если вы так хотите работать, сидите, работайте дома, потому что, естественно, общий фон дома чаще всего нормальный, легче, да, чем в том же метро. Но в любом случае в состоянии слабости, например, перемещения, там, те же аэропорты, я понимаю, что бывает нужно. Тогда ставьте себе защиту. Окей? Уметь регулировать эмоции – это для того, чтобы в первую очередь не транслировать негатив самостоятельно в свое энерготело, то есть не производить это себе, себя не отравлять, да, ну и не транслировать мир, что весьма полезно. И я рекомендую использовать любые методы очищения и защиты. Кстати, один из самых лучших и простых методов очищения, знаете что? Вы будете смеяться – душ. Обыкновенный душ. То есть мы очищаем не только физическое тело, что весьма полезно, но еще и энергетическое тело. То есть самый обыкновенный душ – это один из прекрасных способов, то есть все, что безобразие, которое глубоко не внедрилось, которое, так сказать, на поверхности, поверхностное, вы прекрасно смываете, убираете просто водой. Это очень хорошо, рекомендую этим пользоваться. Но, к сожалению, вовсе не все он убирает, увы, а ровно по этой причине так и легко про душ говорить не приходится. Итак, простые способы защиты. Насчет фотографии. Фотографии либо убрать, либо изменить так, чтобы на фотографии были вы, но пограничны вы, не вы. Изменить в фотошопе, где угодно, в любой программе, которая умеет это делать. Либо поставить на себя защиту, что, в общем, приведет к тому, что ваше фото будет защищено. Ни в коем разе не давать личных вещей, предметы личной гигиены и так далее. Любые подарки. Если подарки от людей, которые точно не желают вам добра, берите, принимайте без проблем. Прям подарки от людей, которые, в общем, делают их не из добрых побуждений, лучше в дом не нести. То есть, вот, оставлять где-то в мире, я не знаю, в офисе, где хотите, но в дом не нести. Ну, и, собственно, то, что я написала, убрать от дома, написала, сказала, от дверей все лишнее, все, что не ваше, все ликвидировать. Хорошо. Сейчас, прежде чем давать вам быстрые методы защиты. Быстрые методы защиты хотите? Да, сделаем сейчас. Научить вас им актуально? Хорошо. Прежде чем давать вам быстрые методы защиты, я хочу вам предложить свой практикум, если хотите его называть, вебинар, мастер-класс, эффективной техники защиты от негатива. Я уже говорила, что он прошел в апреле этого года. Предыдущий он же прошел в июне прошлого года. С защитами я работаю очень много. Я думаю, может быть, вы в курсе, не в курсе. У большинства известных людей защиты энергетические есть у людей высокого уровня. То есть, если, опять же, тоже обратите внимание, есть актеры, есть известные люди, которые много лет на пике славы, с ними все хорошо, а есть те, кто не выдерживает, как хотите, называйте эту самую славу и сваливаются в любые проблемы, начиная от наркотиков. Почему так? Потому что человек публичный чаще всего нахватывает достаточно, если у него нет защиты, значит, он нахватывает достаточно, извините за мой русский язык. Не негатива, давайте так словом скажем, могла сказать другое. И либо ему надо очищаться, либо сразу иметь защиту, чтобы не нахватывать. Вот те, кто ухитрились нахватать, так или иначе потом очень трудно, долго выбираются. То есть, те, кто сразу в курсе этих всех моментов, сразу ставят себе защиту, либо чаще всего им ставят защиту, то есть практики, которые с ними работают, им помогают защищаться, а дальше, соответственно, такие люди на пике могут находиться много-много лет. Хорошо. Я по этой причине рекомендую защиту, если вы публичная личность в том или ином виде. Публичная личность – это вот, ну да, я выхожу на вебинары, конечно, я публичная личность, но это может быть даже если вы работаете где-то, например, девочки, которые сидят в Сбербанке, они, конечно, не публичные личности, но вы представляете, какое количество людей мимо сквозь них проходит через них каждый день? Это вешалка. То есть я, например, рекомендую, если вы много, с большим количеством людей общаетесь, рекомендую иметь защиту. Я рекомендую иметь защиту, если вы лицо, принимающее решение достаточно высокого уровня. Ну, я думаю, что там уже на каком-то уровне к ним просто приходят, говорят, так, тебе нужна защита. Ну, то есть, я не имею в виду, я не думаю, я знаю. Если уровень пониже, можете себе ставить защиту просто для того, чтобы в какой-то момент не оказаться в весьма неприятном состоянии. Хорошо. Что-то я даю на практикуме, что я даю в этой записи у вас, да, это защита энергии, это раз, защита стихиями, защита камнями, защита рунами. Если вы с рунами никогда в жизни не работали, сразу вам могу сказать, что руны – великолепный инструмент для защиты, даже если вы про них ничего не знаете. Это похоже очень на использование компьютера. Если вы не владеете компьютером на уровне языка программирования, прекрасно можете пользоваться программами пользовательских, да. Сейчас же все сидят за компьютерами, там, планшетами, неважно. Но вряд ли вы знаете, там, не знаю, как он запрограммирован, какие там чипы туда вставлены, ну, в общем, всю эту ерунду. Здесь примерно то же самое. Руны можно использовать профессионально на достаточно глубоком уровне, а можно использовать на уровне «я знаю, что я делаю», «что делать», последовательный алгоритм воспроизвести, и руны вас будут защищать. В этом смысле техника великолепна. Итак, техники на вебинаре целиком. Энергическая защита, защита стихиями, активация защитных камней, как это делается, защита и рунические техники, активация защитных эмулетов и комплексная защита. Комплексная защита первый раз в жизни, это я дала то, что есть у меня. Моя защита – это вот история про то, что стеночка, которая нарастает, которую не пробить. Что в этих практиках? Защита себя, защита детей, ваших имущества, личных вещей, каналы энергии, например, денежные и, собственно, жилье. Собственно, результат. Зачем всем этим заниматься? Вы научитесь защищаться от любого негатива, от магического воздействия, все, что мы с вами сегодня проговаривали, от этого защищаться вы научитесь. Сразу предупреждаю, то если на вас уже что-то есть, это не убирает, только защищает. Сейчас для того, чтобы защититься, я хочу вам предложить 4 варианта, немножко разной стоимости, типа защиты. Это весь практикум и его части. Почему так? Потому что кому-то нужна более сильная защита, а кому-то нужна более слабая защита. Все грести в одном ребенку неправильно и некорректно. Кто-то публичной личности в среднем общается в день со 100 людьми, а кто-то, в общем, вовсе и не со 100 общается людьми, и ему не нужна вот эта защита на все случаи жизни. Первый тип защиты – это энергетическая защита. Защищает только вас. Опять же, когда вы спите, когда вы не спите, в любой момент времени. Что важно в этой защите? Важно, что защищает она исключительно вас, не защищает ваших детей, не защищает квартиру и так далее. Тем не менее, защита очень хороша, если вы в среднем обыкновенной ситуации жизненной живете. Стоимость такой защиты 1200 рублей – это по ссылочкам последняя защита. Сейчас Татьяна дала ссылочки, последняя ссылочка. Следующий тип защиты – защита рунами. Это защита предпоследняя, вторая снизу. Здесь я даю защиту, так сказать, зоотехники на защиту себя, детей, вашего дома. Защита зеркальная – это когда то, что к вам пришло, отправится обратно туда, откуда пришло. Защита скрывающая, так называемый непрогляд, когда при попытке вас просмотреть энергетически вас не видно. Такого типа защитами пользуются очень часто известные люди. Если вы, например, попытаетесь энергетически просмотреть президента какой-нибудь страны, вы увидите некий фасад, не его реальное энергосостояние. Если попытаетесь полезть дальше, пробиться сквозь этот образ морок, так называемый, можете получить энергоудар. Ну, кто-то в состоянии сильный может пробиться, но, правда, я думаю, что все равно блокируют очень быстро. Итак, техника защиты рунами. Это защита себя, защита детей дома, зеркалка, непрогляд, то есть скрывающая защита, и руностав на возврат своего. Это руностав на возврат того, что у вас отобрали крадниками. Мы об этом сейчас не говорили, буквально пару слов. Может быть, вы обращали внимание, что в молодости какие-то вещи вам давались сильно легче. Я сейчас не говорю про физический подъем по лестнице или, я не знаю, там, взаимодействие с противоположным полом. Нет, например, легче было зарабатывать деньги, легче было, не знаю, писать картины, книги и так далее. То есть что-то, что вам давалось легче. Сейчас вдруг, как будто этот навык, который у вас был легко давался, вас как будто он отключили, знаете, обесточили. Это чаще всего последствия крадника, то есть кто-то у вас этот навык забрал, принял себе. С точки зрения энергетической, это из вашего энерготела вытащили, энергетическое, вот то, что давало вам эту возможность. Есть возможность это вернуть. Вот как раз техника защиты руны позволяет эти вещи вернуть. Стоимость, я считаю, просто вот с точки зрения результатов копеечной, 1900 рублей, это защита руническая. Если вы никогда не имели дело с рунами, я сразу могу сказать, что я, так сказать, на связи, любые вопросы ко мне, пожалуйста, можно задавать. Если у вас какие-то вопросы возникнут, Бога ради, задавайте их. Если вы никогда в жизни не работали с рунами, там пошаговая инструкция, делайте эту инструкцию и все. Как работа с компьютером. Если вы инструкцию прочитали, не очень поняли, то можно со мной связаться. Следующий тип защиты, это защита стихий. Мощнейшая защита, одна из самых мощных защит. Защита нужна для людей, которые много общаются, взаимодействуют с другими людьми. Только если вы действительно серьезно опасаетесь какого-то воздействия, то именно такую защиту вам и стоит брать. И, наконец, четвертый тип, это защита полностью весь практикум. То есть это защита и энергетическая, то, что мы обсуждали только что, и защита рунами, и защита стихиями, плюс к этому защита камнями, и плюс к этому комплексная защита, та, которая стоит у меня, та, которую больше чем за год никому еще не удалось пробить. Хотя желающие были. То есть та защита, которая, в общем, постоянно помогает мне, независимо от количества людей, с которыми я работаю, сохраняет ресурс, состояние и так далее. Сейчас ваша задача просто выбрать. У вас на экране четыре типа защит. Первая защита, это комплексная, это все, это все одновременно. Это стоит брать, если вы действительно много и серьезно общаетесь с людьми, если вы человек, принимающий решения, если вы известная личность и так далее. Следующая защита стихиями, это вот это, да, это сильная мощная защита, ну, чуть-чуть вот по результату слабее, чем вариант общий. Защита рунами хороша тем, что это еще и защита дома, это еще и защита детей и так далее. Чем она плоха, пробить ее проще, чем если вы поставили защиту стихии. Это так. Да, ну и защита энергическая, с точки зрения общей, самая слабенькая, но я еще раз говорю, если вы не, у вас нет какого-то потока людей, которые на вас там могут что-то навести, я не вижу смысла ставить какую-либо, кроме энергетической. Энергетическая защита прекрасно будет работать. Хорошо, есть ли вопросы по защитам, что выбрать? Что, что хотите выбрать? Напишите мне, пожалуйста, что вы выбираете. Какую защиту вы выбираете? Никакую, поняла вас. Тогда давайте так, сейчас мы с вами быстренько сделаем эти защиты, то, что я вам обещала, и на этом мы с вами расстанемся. Договорились? Энергозащита. Да, я хорошо, поняла вас, спасибо. Энергозащита – это последняя ссылочка. Можно по ней проходить, 1200 рублей она сейчас стоит, с учетом скидки, да, можно взять эту защиту. Вера, если вы готовы ее приобрести, может быть, даже не всю секунду, просто по ссылочке пройдите, чтобы она у вас осталась открытой. Сейчас мы с вами сделаем практику, и я вас отпущу. Договорились? Хорошо. Итак, быстрые методы защиты. Давайте мы сейчас, наверное, сделаем защиты одновременно, почти одновременно, все часы три. Готовы поработать? Мне нужно, чтобы выключили, ну или хотя бы отложили, да беззвучные поставили мобильные телефоны. Нам нужно три минуты. В норме эту защиту ставить хорошо, очень быстро. Минус этой защиты в том, что она очень быстро выветривается, то есть минут 30, 20, 30, 40, и ее уже нет. Но плюс в том, что вы можете ее ставить, так сказать, легко. Опять же, минус в том, что если к вам уже что-то прилетело, от нее только будет, ну как бы уже поймали, то есть надо ее ставить заранее, например, идете вы на встречу, не знаю, с каком-нибудь негативно настроенному человеку, тогда ее стоит ставить. Или, например, у меня под такими защитами клиенты часто ездят в метро, говорят, я поставлю все это в защиту, в метро буду ехать. Это рабочий вариант, почему нет. Хорошо? Итак, сейчас прошу вас телефоны на беззвучные, как минимум. Если готовы что-то в чат, плюсики, то есть, это энергозатраты очень слабенькие. Как поставить энергетическую защиту, которую приобретаем, естественно, энергозатраты небольшие тоже. Ну, чуть больше, но небольшие. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, Вер, что энергозатраты, ну, соотношение, если, грубо говоря, вы себя защитили, но вы при этом лежите трупом, то извините, нафига такая защита? Уж простите за мой русский язык. Я это прекрасно понимаю, естественно, учитываю. Я говорю, я в этом практике у меня даю свои защиты. Так вы видите, я не лежу трупом вовсе. Я прекрасно говорю, я еще раз это очень хорошо, я это понимаю. Забрали удачу в бизнесе. Легко. Очень запросто может быть. Раньше удавались, легко, теперь совсем не идут. Да, запросто. Тогда можете взять руны, там у вас будет и комплексная защита, и возврат своего. Пожалуйста. Это с посылочками, если смотреть. Вторая снизу. Ну, то есть третья сверху, вторая снизу, что значит. Так, ну что, практику делаем? Или дать вам время открыть ссылки? Дать время открыть ссылки? Давайте. Делаем. Все. Тогда, значит, в норме эту защиту хорошо бы уметь делать, не закрывая глаз и так далее. А сейчас я немножко сделаю такой, более жесткий вариант, чем уж если бы вы никогда-никогда этим не занимались, но более мягкий вариант, чем в норме. То есть в норме глаза открыты, концентрация нормальная, и вы легко ее поднимаете. Если вы никогда не ставили, то все чуть по-другому сейчас сделаем. Итак, закрывайте глаза. Мысленно на расстоянии примерно метр двадцать, метр пятьдесят от себя. Начертите окружность. Вот вы сидите на стуле, и вы сейчас мысленно вокруг себя очертите окружность. Очертили. Сейчас точно так же смотрим, визуализируем, не глаза закрыты, не открывая глаз. Ощущаем, как по периметру этой окружности вокруг вас вверх начинает подниматься стена огня. Ваша задача визуально поднять эту стену чуть выше уровня макушки, сантиметров на десять и пятнадцать. Только ради бога не надо мерить линейками ни метра полтора, ни пятнадцать сантиметров над макушкой по ощущениям. Итак, поднимаем защиту, стена огня, поднимаем колечко, кольцо огня вокруг вас до уровня, до состояния чуть выше вашей макушки. Подняли и посидите немножечко под этой защитой. Если поднимается не так быстро, как я говорю, значит скорость ваша, это нормально и неплохо. Подняли, посидите немножко, вот это ощущение поймайте, как эта защита за стеной огня. Это весьма приятное ощущение, а для кого-то может быть наоборот жар. Ну, то есть не для всех однозначно приятно. Чудесно. Если подняли и почувствовали хорошо, сейчас точно так же, как ее подняли, потихонечку ее опускаем. Значит, такие защиты, что одна, что вторая, что третья, каждую из них, которую я сейчас дам, сама по себе может выветриваться там минут 20-40 в зависимости от степени вашей энергетики. А сейчас мы ее опускаем, то есть убираем сознательно, потому что мы сейчас будем делать вторую защиту, я вам покажу разом все три. Вторая защита – стена воды. Сейчас представьте себе, что на эту окружность сверху начинает литься вода. Откуда-то сверху, неважно откуда, чуть выше вашей макушки. И куда она потом уходит с этой окружности, вам тоже абсолютно неважно. Важно, чтобы потихонечку вокруг вас создается такой водопад. Стена водички. И ощущение, что справа, слева, проверьте, что сзади она есть, со всех сторон стена воды. Вы в таком цилиндре из водопада, да, вы в центре, да, она где-то на расстоянии примерно полтора метра от вас, со всех сторон льется вода. И это ощущение свежести, это очень приятное ощущение, эта защита очень приятно, так сказать, носится. Точно так же она уветривается минут через 20-40 в зависимости от вашего энергосостояния, если ее не держать, если энергетически ее не подпитывать, да, то есть если вы постоянно не имеете с ней контакт. Если контакта нет, то она чудесно выветривается, если есть, то очень хорошо. Получилось водичку, если получилось, так сказать, водичку поставить, то подержите ее немножко, ощутите это состояние, потому что оно разное, немножко другого типа защита. Хорошо, и третья защита. Сейчас убираем стену воды, то есть прям по периметру, как будто стираем, и вода перестает течь, со всех сторон вы убрали водичку. И осталась последняя защита, так называемый зеркальный щит. Все, воды больше нет, вы чувствуете, что защита снята, совершенно другие ощущения, без защиты себя очень странно. Лично я в последнее время чувствую, я же так к ним привыкла, что это странное ощущение, нет защиты. И сейчас давайте сделаем последнюю защиту. Посмотрите, как снизу по этой окружности вверх начинает расти стена из зеркал. Зеркалами наружу. Естественно, по периметру всей окружности, сзади, спереди, справа, слева. Она может неравномерно расти или одновременно подниматься. Вся эта, как вам ощущается. Зеркала наружу, к вам. Это может быть поверхность серебряная, деревянная, бархатная, как вы хотите. Важно, что наружу стоят зеркала. И поднимаем эту зеркальную защиту, как будто цилиндры из зеркал, или какие-то зеркала могут быть как соты. Это как вам видится. Поднимаем ее точно так же, чуть выше уровня вашей макушки. Поднимаем и ощущаем. Сейчас я отвечу на все вопросы, чуть попозже сделаем техники и я отвечу. Поднимаем чуть выше макушки и вот эта зеркальная защита стоит. Точно так же она выветривается. Она обычно чаще быстрее выветривается, потому что энергозатрат выше. Поэтому минут за 20-30 она ее уже нет, если не поддерживать ее. Просто тоже ощутите, под какой вам приятнее, под какой вам легче, какую легче поднимать. Сейчас вот их все три было. Посидите немножко под зеркальной. И все, открывайте глаза. Какая из них получилась, какая из них была легче? Хорошо. Огонь. Ну, у кого какая, с какой стихией связь ближе, тот, соответственно, тому такая защита и приятнее. Поэтому тут без вопросов тоже огонь. Прекрасно. Зеркалку можете опустить, можете оставить. Не волнуйтесь, я говорю, она через минут 20 сама выветрится. Вообще не переживайте. Чем хорошо эти защиты? Тем, что вам не требуется никаких специальных навыков для того, чтобы эту защиту поднять. В норме вы можете ее поднять с открытыми глазами. То есть, если у вас концентрация достаточная, вы поднимаете очень легко. Я их поднимаю просто вот, если мне вдруг она нужна. Хотя в последнее время я давно этого не делала, но когда было надо, то есть просто глаза открыты, я что-то делаю, раз я ее подняла. То есть, это не требуется каких-то специальных сесть, расслабиться, уйти там куда-то. Это совершенно не обязательно. Первое время рекомендую просто потому, что так легче. Но это только первое время. Зеркальное легче. Да, хорошо. У каждого свое. Еще раз говорю, зависит от того, с какой стихией у вас связь больше. Кому огонь – отлично, кому зеркало – хорошо. Будете пользоваться защитами? Быстрыми защитами. Надо хорошо понимать, когда вы спите, эти защиты быстро выветриваются. Грубо говоря, вы ее перед сном сделали, легли спать, через полчаса ее нет. Тут тоже надо хорошо понимать. Вот. То есть, эта защита такая достаточно легкая и быстрая, тем и хороша. Если вам нужны стабильные защиты, то вот вам ссылочки, которые сейчас еще есть в чате, да, и вы можете выбрать любую из этих защит для того, чтобы пользоваться им. Хорошо, друзья мои, есть ли ко мне вопросы? Потому что я готова вас отпустить, я готова свернуться. Есть ли у вас вопросы по техникум защиты? Вот в самом начале у вас было два вопроса. Я дала какие-то, так сказать, минимальные для вас ответы. А, колпак, зеркальный колпак. Так, ну, Вера, тут смотрите, кто-то делает себе овальную, то есть яйцеобразную защиту, и кого сверху, снизу. Кому что, как больше нравится. В данном случае это выбор за вами, дело ваше. Можете делать себе именно то, как. То есть, в данном случае здесь неправильных ответов не существует. Хорошо, так. Окей. Друзья мои, ну что ж, тогда ссылочки в чате. Большое вам спасибо за участие. Всем всего хорошего. Вот Татьяна повторяет ссылки. Значит, так, первая ссылка – это общая комплексная защита. Раз. Если зеркалом вовнутрь, это не защита. Смысл в такой защите – ноль. Что такое зеркальная защита? Все, что приходит к вам, отзеркаливается обратно. Сейчас вы что, тут что вы будете зеркалить в данном случае? Вторая защита – защита стихиями 2300. Защита, если у вас, вам нужна достаточно серьезная защита. То, что сейчас вот Татьяна выкладывает. Татьяна, третью ссылочку. Давайте, пожалуйста. Нет, отгородиться – это зеркалом наружу. Зеркалом вовнутрь – это вы сами себя будете видеть в этой защите. Зачем это вам нужно? Защита рунами – это 1900 рублей. В нее входит возврат своего. То, что вот сейчас вот ТМ, например, спрашивали, в нее входит защита детей, защита дома, защита себя. Но здесь надо не бояться попробовать пользоваться рунами, если вы никогда ими не пользовались. Я рекомендую очень это сделать и прекратить переживать по этому поводу. Не волнуйтесь. И последняя, точнее, она же первая на слайдах – защита энергетикой – 1200 рублей, если вам не требуется каких-то супер-пупер защит. Хорошо. Зеркалом вовнутрь не имеет смысла, потому что если мы делаем зеркальную защиту, наша зеркальная защита отбрасывает, отзеркаливает, то, что называется, все, что к нам прилетело. Если мы хотим защищать себя от себя, это немножко другая музыка. То есть защитить себя от самосглаза, чем многие люди занимаются, с превеликим удовольствием, это немножко другого типа техники. Ну, то есть защита зеркальная зеркалами вовнутрь вас точно никак не защитит. Хорошо. То есть зеркала должны быть наружу. Хорошо, Вера, я ответила на ваши вопросы. Окей. Друзья мои, если ко мне больше нет вопросов, я готова с вами раз прощаться. Вопросов, видимо, нет. Все. Тогда я передаю голос Татьяне, микрофон, как хотите называйте. Татьяна, я тогда отключаюсь. И спасибо вам большое за приглашение. Всем всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok